Меня всегда забавляли такие ситуации. Запускаешь какую-нибудь мобильную игрушку и начинаешь знакомиться с предысторией, написанной максимально помпезным языком. Мол, жили-поживали обитатели какой-нибудь благополучной планеты, да добра наживали, пока не пришел темный лорд и не погрузил их прекрасный мир в пучину хаоса. После великого сражения уцелели немногие, и лишь один смелый джедай сможет сразиться с повелителем зла и вернуть людям под забытое чувство благополучия и защищенности. Ну а потом у нас два варианта. Либо запускается какая-то супер навороченная стратегия, в которой диалогов больше чем действия, либо мы наоборот видим что-то до неприличия примитивное. И у нас возникает вопрос, а стоило ли все это такой пафосной прелюдии? В общем давайте посмотрим заставку и попытаемся понять, с каким кейсом мы имеем дело на этот раз. Казуальная аркада платформер не тот жанр, который подразумевает необходимость в доскональном знакомстве с сюжетом, поэтому вкратце поясню суть вашей миссии в новой игре под названием Crazy Shapes. После того, как один из хранителей форм предал своих собратьев, став слугой лорда хаоса, на планете фигур наступила тотальная катастрофа, и некогда уютный мирок погрузился в тьму и депрессию. И в этот момент судьба послала хранителям нашего протагониста, который имеет достаточно возможностей и талантов, чтобы освободить планету. Сделать это нужно, получив контроль над системой порталов, что в свою очередь делается путем активирования каждого из них. Портал, как можно догадаться, располагается в конце уровней, которые необходимо проходить. Ну а далее все просто. Бежит по дорожке персонаж, напоминающий то ли губку Боба, то ли полотенчика из Саус Парк. И единственный элемент управления – это кнопочка с треугольником, которая заставляет героя перепрыгивать через препятствия. Однако пусть вас не вводит в заблуждение кажущаяся простота геймплея. Очень скоро будет увеличиваться число не только элементов интерфейса, но и типов препятствий. Например, в какой-то момент в левой части экрана появится так называемый хиткат. Оранжевый кирпичик, на который необходимо в нужный момент нажать, чтобы разрушить возникшую на пути каменную стену или прорваться через пылающее пламя. Кстати, хиткаты определенного цвета работают только в отношении препятствий такого же цвета, так что будьте внимательны. Со временем в вашем арсенале появятся и бустеры, включающие у вас суперспособности и облегчающие работу. Располагаться они будут в правой стороне экрана, под кнопкой для прыжков. И в этот момент возникает желание продолжить игру на iPad, чтобы использование на экранах кнопок было более комфортным. Но, к сожалению, разработчики Crazy Shapes решили не делать паншетную версию игры, и это немного огорчило. Скажу честно, хотя Crazy Shapes и выглядит как очень простая игра, в действительности освоить ее задача не из простых. Так что если вам близок этот жанр, то готовьтесь к тому, что долгие часы вашего времени будут безжалостно убиты в процессе путешествия к заветному порталу. Думаю, вы и сами видите, насколько качественно прорисована эта игра и какое приятное и не раздражающее у нее звуковое сопровождение. Лично я это очень ценю, поскольку это свидетельствует о том, что разработчики подошли к своему продукту очень серьезно. В общем, если вам нужен добротный и бесплатный таймкиллер, главный герой которого действует с благородными намерениями, смело устанавливайте Crazy Shapes по ссылке, которую вы видите в описании к этому видео.